Всем привет! Новое видео на канале Gadgetmoney. Сегодня мы поговорим о таких вещах, если вы знаете, а вы скорее всего знаете, такого блогера, как Денис канала iBlog. Так вот, он совсем недавно рассказывал нам про магазин Mirafon, который находится в Санкт-Петербурге не только, и о том, что у них в принципе есть выгодные предложения. Я не поленился, приехал в Санкт-Петербург, стою около торгового дома купца Яковлева, сейчас пойду туда и будем смотреть, что у них там есть интересного. Давайте начинать, поехали! Короче, я не в то здание пришел, но ничего страшного, это совсем недалеко, я пришел на Ефимово, по-моему, дом 1, а нужно купца Яковлева, торговый дом Садовая 38. Интро Садовая, выходит и вот туда вправо, вправо несколько метров и на третий этаж, секция 301, если я не ошибаюсь. Ну, в общем и целом, да, магазин существует, он действительно находится в торговом центре купца Яковлева, Садовая 38, и я прямо сейчас в магазине. Пообщался уже с сотрудниками и, собственно, могу подтвердить следующее. Во-первых, а, iBlock говорит правду, здесь действительно не продают в восстановленных аппаратах и говорят всегда честно и правду. Если телефон обменка, они объясняют, что это такое, если телефон БУ, естественно, они говорят, что это такое. По ценам, я сюда приехал за двухсимочным XR, к сожалению, он был продан буквально позавчера и просто не успели убрать позицию с сайта, с контакта и с инстаграма. И также я приехал за часиками. В общем и целом, ценники средние по рынку SPB и MSK, это нужно понимать, что для регионов это очень выгодная цена, даже с учетом того, что если они отправят с DECO. Что есть в наличии, я вам сейчас покажу. Ну вот смотрите, телефончики у нас, соответственно, есть всех модель, весь модельный ряд по айфонам, начиная от 6S, шестерки. По ценникам ставьте на паузу, сделайте лицлины, смотрите. Ну и естественно, небольшой торг никто не отменял. Кстати, по поводу промокода от iBlock, он действует на новые аппараты. Ты называешь слово iBlock или пишешь в чате, либо в ВК, либо в инсте, либо в сайте, и тебе делают скидочку. Но только нюанс на новые аппараты. Ну и чтобы было понимание, вот у нас практически в идеальном состоянии айфон X на 64 гига, оригинальный, американец, Face ID, с трутоном, все работает без каких-либо проблем. По деньгам это всего лишь 35 тысяч рублей, если вы из регионов, то это доставка с DECO, тариф-посылочка 250-450 рублей. И если вы с СПБ, то без проблем просто приезжаете и покупаете. Мне хочется, я бы забрал бы этот телефончик, но мне хочется двухсимочный аппарат, потому что у меня, ну, две симки, как вы понимаете, да, и постоянно носить с собой второй телефончик. Что-то у меня как-то подзадолбалось, и хочется именно на две симки. А так бы я с удовольствием этот аппарат взял, потому что вот экранчик практически в идеале, есть какие-нибудь какие-то естественные эксплуатации по кромке, но опять же за эти деньги это более чем достойное предложение. Я посмотрел у себя в городе, X-ы продают в среднем от 37 тысяч за 64 и до 43 тысяч на 256 гигов. До сих пор X остается актуальным устройством, потому что здесь AMOLED-матрица, здесь прекрасные камеры, отличная цветопередача и в целом очень-очень хороший телефон. Поэтому, да, это редкость, когда именно на достаточно старую модель, там, в годичной давности, есть актуальный спрос как на новый, так и на былый аппарат. В целом, про магазин. Ну, хотелось бы отметить, что сотрудники, во-первых, вежливы, во-вторых, говорят правду, ни в коем случае мне не заплатили ни за какую рекламу, можете писать что хотите в комментариях. Но, опять же, я сначала не говорил кто что я и посмотрел отношения непосредственно к простому клиенту. Во-первых, все объяснили, показали и, скажем так, дали попользоваться, посмотреть, объяснили по ценам, объяснили по позициям, что такое новое, что такое у них несколько товарных категорий. То есть, как новый, хороший и, по-моему, еще какой-то, если не ошибаюсь. Но, в общем и целом, будут ссылки в описании. Пишите ребятам, они ответят, потому что они достаточно общительные люди и это их работа. И они очень любят, когда им пишут, особенно в Инстаграм. Да и группа ВКонтакте у них достаточно популярна в этой тематике. Я очень хотел себе iPhone XR на две сим-карты. Да, я понимаю, что XR это достаточно такое примитивное устройство с IPS-экраном, но мне было бы достаточно. Во-первых, там неплохая камера и самый главный аспект это две симки, чтобы я не ходил как дурачок с двумя телефонами. При этом это у нас один iPhone и одна Nokia с кнопочной до сих пор. При этом я предложил в Trade-in свой 8+, который, кстати, приобретался, есть видосик на канале конкретно для этих целей. И они предложили наиболее выгодную цену по Санкт-Петербургу. То есть, надо делать выводы, что ребята шарят в рынке и для вас предложат оптимальные условия. Вот такая коротенькая зарисовочка про магазин Mirafon, про проверку видоса от канала iBlog от Дениса. Денис, большой тебе привет, если увидишь это видео, потому что ты молодец, ты сотрудничаешь. И я думаю, что тот iPhone 6s, который ребята тебе прислали, ты до сих пор им пользуешься. Ты говорил, что это будет твоя рабочая трубка. Я думаю, что в будущем они также напишут по дальнейшему сотрудничеству. Я договорился, как говорится. Подписывайтесь на канал, ставь лайк или дизлайк. Пиши обязательно в комментариях. Дональд Дак, если досмотрел до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся. У меня есть, что вам рассказать еще. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok